Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. 15 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших 12 жителей Наринмара и поселка Искателей. Два жителя Каратайки, один житель Красного. Выздоровело 104 человека. Продолжается прием документов на бесплатные путевки в детские лагеря. Чтобы получить путевку, необходимо подать заявление до 31 марта в отделение социальной защиты населения. Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в среду 16 марта на совещании по социально-экономической поддержке субъектов Российской Федерации. Глава государства провел совещание с членами правительства и главами регионов в режиме видеоконференц-связи. Совещание продлилось несколько часов. Мы встречаемся в сложное время, когда наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию. Напомню, что в самом ее начале, ранним утром 24 февраля, мною публично, открыто были названы причины и главная цель действий России. Это помощь нашим людям на Донбассе, которые в течение почти 8 лет самыми варварскими методами, блокадой, крупномасштабными карательными акциями, теракторами и постоянными артиллерийскими обстрелами подвергались настоящему геноциду. В ходе совещания, отмечая непростую экономическую ситуацию в стране, президент поставил перед правительством и главами регионов задачу строго выполнять все социальные обязанности государства, запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах. Владимир Путин подчеркнул, что даже в текущей непростой ситуации по итогам года необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня, сказал глава государства. И она носит не только экономический характер, но является и вопросом социальной справедливости. Президент отметил важнейшую роль бизнеса в новых условиях. Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции. От того, как быстро частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом, обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы. Прошу правительства, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работу по снятию административных регуляторных барьеров неоправданных. Тем более, нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями. Будет продолжена реализация национальных проектов. Будут строиться дороги, жилье и социальные объекты. Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договорились, в полном объеме. Более того, еще в декабре было принято решение направить дополнительные средства, в том случае, если стоимость строительства объективно выросла. Участие в совещании президента России с главами региона принял губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. На своей официальной странице ВКонтакте он отметил, что особое внимание необходимо уделять поддержке граждан, которые окажутся в трудной жизненной ситуации. В нашем округе, сказал глава региона, мы продолжаем оказывать все меры соцподдержки. Президент отметил важнейшую роль бизнеса в новых условиях. Спасательным кругом для предпринимателей станет еще один большой блок мер поддержки, подчеркнул губернатор. Это упрощение процедур с госзакупок, налоговые каникулы, мораторий на проверке. Продолжим реализовывать национальные проекты, строить жилье и социальные объекты, резюмировал Юрий Бездудный. 15 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших 12 жителей Наринмара и поселка Искателей. Два жителя Каратайки, один житель Красного. Выздоровело 104 человека. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровень референс находится 121 человек. Из них стационарное лечение получают 12 человек, амбулаторное – 109. В регионе зарегистрировано 96 летальных исходов от коронавируса. Подвели итоги работы и обсудили планы на предстоящие два года. В Наринмаре прошла 12-я конференция судей Ненецкого округа. Участие в мероприятии приняли 19 делегатов, представляющих все уровни судов региона. Также в работе конференции участвовали представители исполнительной и законодательной власти округа. 17 марта состоялась 12-я конференция судейского сообщества Ненецкого автономного округа. Она проходит раз в два года. Участие в конференции принимают делегаты от суда Ненецкого округа, городского суда, а также мировые судьи. На этой конференции мы будем решать все вопросы, которые накопились за последние полтора года, с того момента, как прошла предыдущая конференция. По итогам конференции будет принято решение. И все сложные вопросы, те проблемы, которые накопились, постараемся найти на них свои пути решения. В 12-й судебной конференции также приняли участие глава региона Юрий Бездудный, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов, главный федеральный инспектор по Ненецкому автономному округу Кирилл Шимко и прокурор Ненецкого округа Сергей Лапин. Судебные решения, они сохранили социальную направленность. Вы защищали права гражданина, права детей, пенсионеров, отстаивали интересы, трудовые интересы граждан. За это вам огромное спасибо. В ходе конференции делегаты подвели итоги за два прошедших года. Заслушали доклады выступающих, обсудили и приняли во внимание основные тезисы, которыми будут руководствоваться в работе. Отметили лучших. 27 студентов средних профессиональных учебных заведений Ненецкого округа награждены именными стипендиями сенатора Российской Федерации Дениса Гусева. В конкурсе на право получения именной стипендии участвовали студенты Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Волчейского, Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова и Ненецкого профессионального училища. Безусловно, большинство, более половины студентов – это новые лица. Ребята узнали о конкурсе, активно включились в работу, проявили свои способности в учебе, в спорте, в общественной деятельности и тем самым достигли результата. И самое важное, что мы смогли привлечь внимание к нашему подрастающему поколению, сориентировать всех учащихся на то, что добившись результата и успехов, они могут в дальнейшем стать настоящими профессионалами. В номинации за активную общественную деятельность победила студентка третьего курса Наринмарского социально-гуманитарного колледжа Камила Пашкова. Девушка ведет активный образ жизни и победа ей досталась заслуженно. Я даже не знала о стипендии, просто я сама по себе активист, волонтер, люблю помогать людям, хорошо учусь, стремлюсь к хорошему будущему и поэтому я оказалась здесь. В номинации за достижения в спорте во именную стипендию сенатора получили девять студентов, лучшими из которых оказались Виктор Беляев, учащийся Ненецкого профессионального училища, Тарас Суський из НАЭТа и Алена Артеева, студентка Наринмарского социально-гуманитарного колледжа. В номинации за достижения в учебе первое место завоевали Дмитрий Чупров, Ненецкое профессиональное училище, студентка НАЭТа Антонина Веснина и Ольга Поздеева из СГК. Конкурс на именную стипендию сенатора проходит уже во второй раз. Василий Хтанзейский, Антон Водряков, Телеканал «Север». По традиции Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа активно обеспечивает сервисное обслуживание в месте проведения соревнований по снегоходному кроссу «Бурандей» на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. В этом году Центр развития бизнеса подготовил площадку с ресторанным двориком и торговыми точками сделано в НАО. Всего в мероприятии примет участие порядка 30 предпринимателей, которые презентуют свои новинки. «Фишку мы решили попробовать в ресторанном дворике. То есть у каждого предпринимателя будет представлено какое-то блюдо с колоритным акцентом. То есть это будут шурпа из оленя, самса из оленя, блины с мороженым вареньем или с морожкой». Также в рамках праздника Центр развития бизнеса презентуют новый мерч «Товары с ненецким колоритом». На презентации будет предоставлена сувернирная продукция. Также предприниматели присоединятся к благотворительной акции. «Совместно с предпринимателями в этом году мы решили присоединиться к акции помощи Мстиславу Никонову. И в рамках проекта «Мой бизнес помогает» по итогам торговли каждый предприниматель часть выручки направит семье Никоновых». С 21 марта многофункциональные Центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» снова будут принимать посетителей без предварительной записи в обычном режиме. Такое решение было принято на заседание оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Ненецкого автономного округа. Напомним, из-за эпидемиологической обстановки в регионе с 1 февраля прошлого года жители округа обслуживались исключительно по предварительной записи. Теперь посетители центров и офисов «Мои документы» смогут получать услуги как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи, а также самостоятельно на портале госуслуг. Выясное обслуживание заявителей продолжает работать в прежнем режиме. Время работы МФЦ не меняется. Обо всех изменениях по обслуживанию посетителей будет сообщаться дополнительно на сайте учреждения и в мобильном приложении «Мои документы». Продолжается прием документов на бесплатные путевки в детские лагеря. Чтобы получить путевку, необходимо подать заявление до 31 марта в отделении социальной защиты населения. Претендовать на бесплатную путевку могут дети в возрасте от 7 до 16 лет. Из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в социально опасном положении. Необходимо предоставить копию паспорта заявителя, копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка, справку о составе семьи, документ, подтверждающий нахождение семьи в трудной жизненной ситуации. Для получения детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, бесплатных путевок, заявители, законные представители предоставляют заявление со следующими документами. Копию паспорта заявителя, копию свидетельства о рождении или копию паспорта ребенка. Копии документов, подтверждающих статус лиц, заменяющих родителей. По возникшим вопросам можно пройдиться в отделении социальной защиты населения по телефонам, которые вы видите на своем экране. Северный федеральный университет имени Ломоносова объявил конкурс для желающих принять участие в экспедиции проекта. Арктический плавочий университет 2022. Меняющаяся Арктика. На 2022 год запланированы два рейса. Проведение экспедиции осуществляется в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021-2023 годах. И проводится в год десятилетия проекта Арктический плавучий университет. Рейсы Арктического плавучего университета отличаются мультидисциплинарностью. Проводится исследование гидрологического режима Северного Ледовитого океана. Учет птичьих колоний в Арктике. Собираются данные для метеорологических геологических работ. Проводится наблюдение за солнечной радиацией в Арктике, за экологической ситуацией, в частности за распространением микропластика в водах Северного Ледовитого океана, отмечает ректор САФУ Елена Кудряшова. Что касается отбора, то он состоится среди сотрудников российских научно-образовательных организаций, сотрудников и обучающихся САФУ, а также образовательных организаций региона. Заявки на участие в конкурсах принимаются до 31 марта. Результаты будут известны в начале апреля. Как сообщили в САФУ, для участия в отборе претендентам необходимо заполнить заявку на странице конкурса. Ссылку на сайт вы видите на своем экране. Организаторы и партнеры экспедиции Северный Арктический Федеральный Университет имени Ломоносова, ФГБУ Северная УГМС, официальный спонсор Банк ВТБ, ПАО ГМК Норильский Никель, правительство Архангельской области, Национальный парк Русская Арктика и Русское географическое общество. Отличить кокошник от очилия. Что такое сюдор и тасма? Это и многое другое сможет узнать молодежь Ненецкого округа уже в сентябре этого года. Как совместить этнические традиции с современной модой, знает Любовь Пермякова. Подробности далее. В последнее время молодое поколение все больше внимания уделяет этномоде. Набирает популярность не только одежда с национальными элементами, но и различные атрибуты костюмов. К примеру, все больше невест обращаются к своим историческим корням и выходят замуж, украшая свою голову венцами. Это украшение из моей, скажем, семейной коллекции. Это не древнее украшение, это, конечно, молодое, так скажем, его сделали мне на заказ. Такие венцы раньше одевали славянские девушки на свадьбу, ведь они обязательно должны были быть с рясами. И чем богаче головной убор, тем статуснее невеста. Венец невесты, очелья из бересты и другие головные уборы народов, которые проживают на территории Ниньского округа. Собственными руками сделать подобные украшения сможет молодежь региона благодаря проекту Любови Пермяковой. Что он будет себе представлять? Более 20 молодых людей со всего округа будут участвовать в мастер-классах, лекциях, будут познавать национальный костюм. Им расскажут о секретах национальных костюмах. И в завершение этой школы ребята смогут показать, продемонстрировать свои наряды на фестивале Тундра Вик. Один из самых известных проектов Любови – Арктический бал, где молодежь учится аристократическим манерам, правильному выбору одежды и светскому поведению. Любовь Пермякова уделяет большое внимание сохранению славянских традиций. Именно поэтому этномода стала той сферой, которая её заинтересовала. И не только её. Например, имидж-эксперт из Волгограда Анна Белоусова. Она уже принимала участие в Арктическом бале в качестве наставника. И вот в новом проекте Любови Пермяковой станет одним из преподавателей. Современные дизайнеры, художники всегда черпают вдохновение в исторических костюмах, особенно для того, чтобы сохранить традиции народов, малых народов. И это всегда колоритно, вкусно и отражает, скажем так, души народа. Принять участие в школе и театре этнической моды смогут молодые люди от 18 до 25 лет. С сентября по декабрь девушки и юноши научатся создавать собственные костюмы. А их выпускным станет фестиваль этномода «Тундра Вик», на котором начинающие дизайнеры продемонстрируют собственные наряды. И может, кто-нибудь из них в будущем станет иконой этномоды. Как никогда есть потребность именно воплощать наши этнические моменты в современной моде. И это здорово, когда мы поддерживаем не просто своего производителя, а мы поддерживаем корни и транслируем принадлежность к своей родине. Создание театра этномода «Тундра Вик» стало возможным благодаря поддержке Департамента внутренней политики. В этом году грант на реализацию проектов по развитию межнациональных отношений выиграли 9 окружных некоммерческих организаций. В общей сложности между победителями распределили 2 миллиона рублей. Максимальная сумма гранта, на которую могла рассчитывать одна организация – 400 тысяч рублей. У нас получают гранты 9 некоммерческих организаций, которые будут у нас работать в рамках межнационального и межконфессионального согласия, в рамках культуры, языка. У нас в этом году год культурного наследия и в этом отношении мы тоже очень большое внимание этому уделяем. Победители должны реализовать свои проекты с 11 апреля по 31 декабря 2022 года.